Звучи, мотив народный. В Чебоксарах прошел конкурс на лучшее исполнение народной музыки. Слушала участников Юлия Важенина. Гусли, балалайка, дом, рабаян, аккордеон. На каких только инструментах не играют любители народных мелодий. Конкурс проходит впервые, но уже собрал более ста юных музыкантов. Я еще в шатике, по-любил играть на балалайке. А вот эта тряпочка в руках, она зачем? Она, чтобы ее лжать, балалайку, чтобы она не падала. В России живет очень много национальностей, и дети должны знать и знакомиться с разными мелодиями, обработками. Здесь не только русские народные мелодии, и чувашские, и татарские. Программа очень разнообразная. Любовь к музыке для жюри – это главный критерий оценки. Саша Николаева участвует в конкурсе уже не первый раз и точно знает, что нужно, чтобы победить. Во-первых, надо сыграть все хорошо, не ошибаться, выучить все заранее и показывать свою музыкальность, чтобы жюри вдохновилась твоим выступлением. Вот этот музыкальный инструмент называется «Сарнай» – «Чувашская волынка». На нем играет специальный гость конкурса Николай Эриванов. На таком инструменте играли еще в 30-е годы, но потом о нем забыли. Николай Эриванов случайно нашел часть «Сарная» и по его образцу сам смастерил музыкальный инструмент. Пожалуй, он единственный в «Чувашии» владеет «Сарнаем» и играет на нем. Из тростника делал. Ну, потом уже мне тростник не нужен, если современная жизнь где-то уже… Видишь как? А это место делали из клёна, из дуб трескался, из клёна делали. А я еще не из клёна. Зачем мне? Ибо нет, я взял. Рог был, конечно, настоящий рог. Да, вот это все. И пищики, искусственные тоже, они не подчиняются, влагу воспринимают. И, а я нашел плосинки, грамм-плосинки, да, выкидывают люди, да, а я из них делал этот. Вокал и инструментальное творчество конкурс проходят по двум номинациям и шести возрастным группам. Лучшие в своем направлении получат памятные призы. Юлия Воженина, Мария Шоклева, Игорь Зверев, Республика.